Дмитрий Орешкин, российский политолог, с нами на связи. Дмитрий Борисович, добрый вечер. Здравствуйте, добрый вечер. Действительно, ряд вопросов хотели вам сегодня адресовать, но вот как-то, знаете, вот несколько раз, когда сегодня озвучивали нашу тему, соперники Путина. Так, начинается тема, которую сегодня предлагаем для обсуждения. Я очень простой вопрос вам хочу адресовать, и я думаю, что вы меня очень правильно поймете. А есть ли у Путина соперники, именно если мы используем морфологически слово соперники? Нет, ответ простой. Секрет и сила таких режимов, как у Путина, заключается как раз в уничтожении конкуренции. Ну, посмотрите, Навальный потенциально замечательный соперник, яркий политик, как к нему не относись, опытный, молодой, умный, решительный. Он сидит. Борис Немцов, потенциальный соперник в могиле. Михаил Ходорковский, который тоже мог бы быть соперником и эффективным кризисменеджером, находится в изгнании. Вот в этом смысле радикальное отличие путинской эпохи от, например, эпохи Бориса Ельцина. Ельцин был человек масштабным, и он не боялся соперников. И при нем Россия рожала политических лидеров на любой вкус. Вспомните Жириновского, Явлинского, Зюганова, Лебедя, кого угодно. А Путина из другого теста. Поэтому любого человека, который ростом выше, чем ему по колено, выше голенища сапога, он просто убирает. И в этом смысле он может руководить этой страной до той поры, пока она окончательно не развалится или не превратится в какую-то третьесортную структуру. Но то же самое, что происходит в Туркмении или Белоруссии, или в Северной Корее. Какие там соперники? Я думаю, что скорее проблема в том, что путинская Россия обречена на, ну, раньше вы говорили застой, а сейчас, поскольку она начала войну, то она обречена на поражение. Ей просто не по силу воевать со всем развитым миром. Оружия не хватает, офицеров не хватает, армия поражена коррупцией. Людей много, да, их можно забрать, забрить и бросить под пулеметы. И даже, может быть, затоптать какие-то города или регионы в Украине. Но победить все равно нельзя. И надеяться на то, что в России кто-то, какая-то системная, несистемная, заговорщицкая, появится элита, которая, или контрэлита, правильнее говорить, какая-то группа товарищей, которая решит что-то поменять. Мне кажется наивным, во всяком случае, на горизонте ближайших нескольких месяцев. Пока еще путинская элита своего поражения не осознала. Она чувствует, что ситуация ухудшается, но жить можно. Жить можно, поэтому высовываться никто не хочет, по голове получить никто не хочет. Дума единодушно голосует. Все кивают головой, виляют хвостом. Но про себя думают, что Владимир Владимирович, похоже, буксует. Вот я думаю, еще несколько месяцев, еще одна попытка атаки со стороны генерала Герасимова, еще одно поражение. И вот тогда-то что-то может начаться внутри России. Но не раньше, чем к весне, мне кажется. А может быть и позже. Вот в продолжение вопроса, который Лейла уже задала, вот соперники Путина. А могут ли сейчас в этих условиях Путин и его окружение считать своими соперниками самих россиян? В силу того, что мы наблюдаем, что периодически какие-то антивоенные протесты проявляются. Видим, что десятки тысяч человек задержаны по случаях, о так называемых фейках, о распространении российской армии. Соперниками Путина сами россияне могут быть для него лично? Я думаю, что он это так не воспринимает. Он глубоко и искренне презирает русский народ, считая его пластилином, из которого можно вслепить все, что угодно. Это фундаментальное заблуждение всех вождей, потому что на самом деле народ устроен не так просто, как вождям бы хотелось. Но так они его видят. А на самом деле, да, действительно есть сопротивление, но оно совершенно другое. Оно организовано, вернее, скажем так, оно вообще не организовано. Оно стихийно на низовом уровне, который можно было бы назвать саботажем. Люди призывного возраста уезжают из страны. Ну, 10% айтишников исчезли. Ну, потому что это люди квалифицированные, с мозгами. Они понимают, что они найдутся работой где угодно. А это серьезный удар по экономике. Остальные люди призывного возраста, которые не могут уехать, а уехало около миллиона. Это много, потому что это лучшие кадры, в общем, наиболее мобильные, активные, сообразительные люди. Остальные прячутся. Кто на даче у бабушки, кто под юбкой у любимой девушки, чтобы подальше от места прописки. То есть, вот такое ведет стихийное сопротивление. Чиновники среднего уровня, да, докладывают наверх о проделанной работе. И многие из них радостно пишут доносы, еще чего-то. Но значительная часть понимает, что надрываться не стоит. И спускают директивы сверху на тормозах. Это можно было бы назвать образцом застоя брежневской эпохи. Но ведь этот застой может продолжаться очень долго. Модель экономическая и социальная жутко неэффективна. Конечно, страна идет под горку. Но этот процесс может длиться несколько лет. Поэтому я бы не разделял оптимизма тех людей, которые говорят, вот сейчас народ поднимется и скинет кровавой путинский режим. Нет, он подниматься не готов. Он готов сопротивляться, но сопротивление такое пассивное. Как может сопротивляться пластилиновая масса? Настоящих буйных мало, вот и нет вожаков. А Путин как раз занят тем, что настоящих буйных, то есть лидеров потенциальных людей, которые готовы рисковать, которые возглавить могут этот самый протест, он их истребляет. И, собственно говоря, в этом его нехитрая политическая задача. При этом, конечно, губит политическое будущее России. Но об этом, мне кажется, сейчас и говорить неактуально. Потому что гораздо актуальнее проблема того, что он губит Украину. Но я хочу сказать, что этот процесс не может продолжаться бесконечно долго. Но, к несчастью, он продлится еще достаточно долго, чтобы Украине хватило умыться слезами. Про Россию тоже не говорю. Она тоже умоется и слезами, и кровью, и чем угодно. Но пока главный удар и главный объект путинского волонтаризма – это, конечно, Украина. А Россия просто гниет тем временем. В свою очередь, 12 петиций – это в продолжении данной темы. Более миллиона подписантов. Россияне попросили Путина прекратить военные действия и начать мирный процесс, правда, на бумаге. И, в свою очередь, выступают против одной из основных путинских идеологий – это войны за новой территорией. Одной из них уже подписали 1 миллион, если быть точным, 281 тысяча и 90 людей. Цель – полтора миллиона. В свою очередь, вот смотрите, какой интересный момент получается. Я правильно понимаю, Путина не повлияет, даже если и полтора миллиона подпишут, и 10 миллионов человек подпишут эту петицию. На Путина эти петиции вообще не влияют до тех пор, пока он не достигнет своих целей. Правильно понимаете, не повлияет. Ну, 10 миллионов этой петиции, конечно, не соберет, но полтора миллиона – это вполне реальная цифра. Для Путина это ничто. Он, еще раз хочу сказать, глубоко и искренне презирает тот народ, от имени которого выступает. Это свойство всех вождей. А Путин – вождь довольно мелкотравчатый, поэтому он наследует вот такую советскую модель. Очень много риторики, что все для народа, все во имя человека, все во благо человека, все для русского человека. На самом деле, реальные условия жизни русских людей ухудшаются, но это приходится компенсировать там все более заполошной какой-то риторикой. Она работает, но работает хуже. То есть, еще раз хочу сказать, что этот процесс длительный. Тем не менее, он продолжается. Поэтому, мне кажется, совершенно неправильно обвинять Россию в том, что она не сопротивляется. Она сопротивляется так, как может. Ну, например, вот эти 600 врачей не побоялись подписать бумагу касательно содержания и, скажем так, прямо медленного убийства Алексея Навального в тюрьме. Подписали, и это, в общем, это новое явление для такого рода режимов. Не испугались. Миллион человек подписали эту петицию. Не побоялись поставить свои имена. Так что, да, сопротивление есть. Оно будет усиливаться. Но вот ждать, что в ближайший вторник народные массы восстанут и снесут, это наивно. Поэтому гораздо более влиятельным политическим агентом во внутренней российской политике сегодня является Украина. Любое значимое поражение Путина на украинском фронте отзывается с падением его рейтинга в стране и, соответственно, предъявлением ему все новых и новых претензий. Уже сейчас ему предъявляют претензии его же самые, его же любимые ура-патриоты. Они его обвиняют в том, что ему надо было бы надеть сталинский китель, а он как бы ну расточком не подходит или в плечах широковат. Не справляется. Но это еще только начало. Потому что, на самом деле, да, есть путинское большинство и больше половины людей из каких-то соображений исходя, из конформистских, от страха или от каких-то дурацких представлений о том, что можем повторить, пока путинскую политику поддерживают. И, на самом деле, еще раз хочу сказать, главный агент на внутриполитическом поле России – это сегодня Украина. Как это ни прискорбно для Владимира Путина. Поэтому те, кто хотели бы, чтобы на месте России было нормальное правовое государство, они вынуждены с надеждой смотреть на Украину. В России по позиции переломлен хребет. То, что было мыслимо в 90-е годы, когда парламент, например, дважды предъявлял претензии, которые назывались прямо импичмент, попытки импичмента, импичмента к действующему президенту. Тогда это было возможно. Потому что президент был другой человек, другого масштаба. От путинской думы ждать абсолютно нечего. Кроме новых ограничений, каких-то людоедских законов и подписывания любых документов, касающихся увеличения расходов на войну или мобилизации, или чего угодно. Путин убил политику в России. И поэтому надеяться, что внутри России что-то может в ближайшие недели произойти, неправильно. Но неправильно говорить, что не может произойти вообще ничего. Я думаю, что 2023 год в этом смысле будет решающим. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok